Всем привет, друзья! Это альтернативный сюжет про Обнимана из мультсериала Неуязвимый, который пришел в мир One Punch Man и пошел против всех героев С-класса. Интересно? Тогда подпишись на канал и поставь лайк этому видео. А с вами, как всегда, Аниманго, и мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал, мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Итак, Обниман. Настоящее имя Нолан. Родился на планете Вильтрум и является сыном Аргала, вождя Вильтрумитов и неназванной женщины. Когда он был молод, Аргал был свергнут Тедусом, который больше не верил в насильственные методы Вильтрумистов. Затем Вильтрумисты организовали Империю Вильтрум, который руководил Трак, и Нолан решил помочь Империи завоевывать планеты. Нолан показал себя способным воином и добился такого успеха, что стал командиром своего отряда. Вирус начал уничтожать популяцию Вильтрумитов, и Империя решила воспользоваться замедленным старением и проникнуть в общество людей. Нолан решил взять на себя эту миссию и полетел на Землю, чтобы выполнить свою задачу. И вот так Нолан попал в мир Ван Панчмана, где существует ассоциация героев, которая борется со всякой нечистью. Омни-Мэн решает внедриться в эту организацию, и уничтожая монстров, он привлекает к себе внимание ассоциации и становится героем. Со временем он уничтожает сильных монстров, чей уровень угрозы является драконием. Он постепенно поднимается до высших классов и в итоге становится героем С-класса. У организации, конечно, есть вопросы, где же он был все это время, но они не уделяют этому внимания, потому что после его появления монстры даже высокой угрозы не становятся проблемой. Омни-Мэн пробивается до самой верхушки ассоциации и становится номером 2 в С-классе. И судя по тому, как он уничтожает монстров, ему недолго осталось и до первого ранга в этом классе. Неважно, в какой части нашей планеты появляются монстры, узнав, что есть монстр высокого уровня угрозы, он моментально летит на место и уничтожает любого монстра. Даже когда другие герои сражаются против каких-то монстров, он моментально летит к ним и ликвидирует их. Именно так Омни-Мэн и стал героем Земли, которого все начали любить. Так он внедряется в ассоциацию героев. Омни-Мэн чуть ли не стал символом мира, наравне с Кингом и остальными героями С-класса. Два года защищал Землю, но потом он решил, что пора, пора уничтожать всех защитников Земли для дальнейшего завоевания. За эти два года он внимательно изучал всех героев С-класса, кроме Бласта, так как тот сего прибытия на Землю ни разу даже не появился. Это его настораживало. Но потом он подумал, что скорее всего того нет уже в живых. Даже героя номер один в С-классе он посчитал ничтожным слабаком, ведь он даже мысль не допускал о том, что кто-нибудь на этой планете может быть сильнее него. Омнимэн придумывает план по захвату этой планеты и в первую очередь он решает избавиться от сильнейших героев. Он летит в штаб-квартиру Ассоциации Героев и вламывается в главный офис начальства во время важного заседания. Щичи встает и спрашивает у него. О, Омнимэн, Что за встревоженность? Что случилось? Омнимэн затыкает его, схватив за горло. Все члены организации были в недоумении и не понимали, что это нашло на него. Омнимэн яростно посмотрел на Щичи и спросил у него, Где находится Бласт? Скажи, или я порву твою глотку. Щичи не мог и слова сказать, так как Омнимэн сильно схватил его за горло. Тот расслабляет хватку и дает ему отдышаться и просит его немедленно рассказать, где герой номер один. На что Щичи отвечает, что от него два года уже как нет вестей. Значит, моя догадка была верна. Даже если бы и нет, он бы не составил мне проблем. Зовите сюда всех остальных героев С-класса. Немедленно. Щичи в шоке от происходящего. Омнимэн отпускает его и Щичи берет телефон, подбежав к столу. Он звонит и просит, чтобы герои немедленно явились в штаб-квартиру ассоциации. Спустя полтора часа все герои С-класса, кроме Бласта, Кинга и Геннесса, собираются в главной комнате заседания героев. Все герои в недоумении и не понимают, для чего их всех позвали. Тацумаки бесит то, что там нету Кинга и спрашивает, почему его здесь? Нет, раз уж всех собрали. Бэнк говорит, что неужто явилась та самая угроза всему человечеству, о которой говорила предсказательница Шабабава. Все герои задумались, а что если так? С тех пор ведь появился корабль пришельцев, но с ним они легко справились. И не похоже было, что речь идет об этом. Все герои были на нервах, и тут стальная бита за орам. Эй, а где это все? Какого черта нас позвали? Где начальство? Где они пропадают? Все остальные задумались. И вправду, уж слишком там было тихо. И с тех пор, как они там собрались, никто их даже не встретил. Стальная бита в бешенстве решает подняться наверх к начальству, чтобы узнать, почему те так задерживаются. В этот же момент потолок пламывается, и рядом со стальной битой приземляется Омнимэн. Бита и остальные герои отскочили, были в недоумении. Придурок, какого черта ты творишь? Еще бы чуть-чуть, и ты бы проломил мне череп. Тебе родители не рассказывали про дверь, а? Омнимэн молча на высокой скорости нападает на Тацумаки и выбивает ее из здания. Все герои были в шоке и не понимали, какого это черта Омнимэн напал на нее. Тацумака приходит в ярость и создает вокруг противника психические оковы, которые обездвиживают его. Но тот слегка почувствовал воздействие ее силы, и тут же сорвал ее атаку своей аурой. Тацумаки поняла, что тот даже особо и не почувствовал ее силу, и она решила использовать прием посильнее. Но тут Омнимэн полетел на нее с невероятной скоростью, что та даже не успела среагировать. К счастью, она окружила себя барьерным щитом. Из-за этого она не пострадала так сильно, хоть и еле сдержала его атаку. Этот удар откинул ее на несколько сотен метров, и та пролетела через здание и ударилась об землю. Она была в ужасе от его силы. Она знала, что он сильный, но не представляла, что настолько. Омнимэн летит к ней и приземляется. Тацумаки поднялась на ноги и телекинезом. Она пытается скрутить его вместе с землей, и в итоге она скрутила целый город, чтобы задержать того хотя бы на несколько минут в надежде дождаться с остальных героев. Она понимала, что это его не остановит. Удивлению на него телекинез подействовал, но ненадолго. Тацумаки кашлеет кровью и не может его больше сдерживать. Омнимэн проривается через землю и летит к ней. Он хватает ее за руки и впечатал ее в землю. Он раскидывает ее по сторонам, разламывая все части ее тела. Она кричит от боли и пытается воспользоваться своей силой. Но она уже бессильна и не может ничего сделать. Омнимэн впечатывает ее в землю и подходит к ней, чтобы окончательно ее добить. Но внезапно сзади него появляется световой флеш, который на высокой скорости замахивается на него своим клинком. Омнимэн замечает его атаку и уворачивается от его клинка, который слегка задел его, сделав маленький порез на щеке. В этот же момент Омнимэн бьет его кулаком и откидывает, но флеш быстро встает на ноги и осознает, что его противник не уступает ему в скорости. Решил предать нас? Ха, очередной охотник на героев? Что, тоже захотел стать монстром? Тебя ждет то же самое, что и предыдущего клоуна. Флеш на высокой скорости подлетает к Омнимэну и применяет свою смертельную технику световой разрез, но тот просто отбивает его атаку размахом кулака и бьет его прямо в живот. Тот начал кашлять кровью, но это не останавливает жестокого Омнимэна. Он со всех сил бьет флеша в груди, пронзает его. Он выбрасывает его в сторону и движется к Татсумаке, но тут сзади он слышит крик темноблеска, который бежит на него с кулаками. Омнимэн летит на него и поднимает воздух, потом сильным ударом бьет его и отбрасывает на сотни метров. Омнимэн каждый раз подкидывает его и откидывает своими сильными ударами. И потом он вкладывает всю силу в один удар и бьет темноблеск со всех сил. Тот падает на землю, снося людей вместе с машинами и зданиями. Омнимэн приземляется и прямо по дороге он идет к темноблеску, чтобы добить его. К удивлению, темноблеск все еще в сознании, но из-за боли и всех сломанных костей он даже не может сдвинуться с места и даже слово сказать. Его натренированное и блестящее тело все в крови. Омнимэн проходя через какой-то магазин видит очень странного паренька, который просто стоит с пакетами в руках и смотрит на него. Он смотрел, как будто бы ничего и не случилось и вовсе не удивлен его силой. Это разозлило Омнимэна и в ярости он подходит к этому парню и говорит, чего тот уставился, на что тот ответил, что просто так. Это еще сильнее разозлило Омнимэна и он решает ударить этого парня. Он замахивается на него, но внезапно на высокой скорости из магазина что-то вылетает и останавливает его удар до того, как тот успел ударить этого паренька. Омнимэн, вы, конечно, герой С-класса и я не знаю, что на вас нашло, но даже если все герои земли хоть пальцем постараются дотронуться до моего учителя, я всех испепелю. А? Генас, так ты его знаешь? Эй, ты, ты че, решил украсть мою капусту? А? КОНЕЦ